Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе. Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор Медузы. Я много лет пишу о политике и в Медузе, и не только в Медузе, я о ней писал. И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Как вы знаете, мы каждую неделю пытаемся найти какой-то сюжет, какой-то ключ к повестке, к тому, что случилось. Ключ, который останется важным еще много-много-много недели, месяцев вперед. Кажется, мы угадали со скандалом Путина и Байдена. На данный момент это наш самый прослушиваемый со времен протестов подкаст. И мы решили дальше развивать темы, которые сделали этот выпуск субботний популярным, и вернуться к протесту. Есть формальная причина. В понедельник, кажется, запустили сторонники Навального сайт «Свободу Навальному». И в середине недели сам Навальный обратился к руководству своей колонии с просьбой пустить к нему врача, поскольку у него начались боли в спине. И в ноге. И да, и у него фактически отнимается нога. А жена Навального обратилась, соответственно, к Путину, чтобы Навального отпустили, к квалифицированным врачам. Получить квалифицированную медпомощь. Опять у нас получается какая-то то ли дурная судьба, то ли рассогласованность, то ли что-то непонятное. Да, с одной стороны, мы видим, что история про Навального в колонии не выглядит как история, которая может продолжаться долго. Да, ну, то есть нету там таких условий, чтобы он себя там чувствовал нормально, учитывая, что это самое жестокое с точки зрения режима колонии 4. Красное, да. Красное, прямо ультрапурпурное. В общем, понятно, что физическими упражнениями и зарядкой человека можно отправить на тот свет легко. Ну, да. Особенно еженочными побудками. Особенно еженочными побудками, да. Да, как сам Навальный писал, значит, 2.45 заключенный Навальный прошел регистрацию на месте, поскольку Навальному поставили идиотский штамп, склонен к побегу. Я уж не знаю вообще, какой логикой они руководствовались. Итак, Навальный в колонии. Был вопрос, что будет с протестом, когда Навальный больше не сможет ни заниматься продюсированием, ни указывать своей команде, на кого нужно обратить прожектор новой перестройки. Был такой вопрос. При этом мы получили вроде бы ответ, что будет делать оппозиция. Они ждут, пока на сайте Свобод Навальному зарегистрируется полмиллиона человек. Сейчас, когда мы пишем подкаст, их уже к 300 тысячам, но пока не 300. Ну, как бы как пойдет на следующей неделе? Леонид Волков сказал, что он ожидает полмиллиона человек за три недели. Смысл сайта в том, что нужно указать улицу, на которой ты живешь, оставить свою электронную почту, соответственно, согласившись, что тебя уведомят, когда они спланируют новый большой митинг. Несложно, да? То есть это несложное действие для человека. То есть это не история, как если вы помните, нужно было с паспортом фотографироваться, когда собирали подкаст. Зарегистрироваться на сайте, конечно, проще даже, чем выйти с фонариком в отворье. Да, но в связи с этим, наконец-то, мы дозрели до выпуска, который, очевидно, нужен. Меня в других каких-то публичных ипостасях часто спрашивают, что делать вообще протесту, да? Вот, кажется, пора время нам с Андреем заняться любимым политическим жанром в Российской Федерации советы постороннего. Так, кстати, о Ленина называлась, кстати, неопубликованная. Накануне Октябрьской революции он ее написал. Мы к ней вернемся, потому что там он дает пять советов восстанию. По Марксу это интересно. Посторонним В. Да, посторонним В. Поговорим, нужно ли Навальному большинство, или, может быть, и 300 тысяч человек вполне хватит для решения тех задач, которые он ставит. Возможен ли протест без Навального? Не в смысле, что его уморят в колонии, а в смысле, что его отпустят, и он уедет за границу. Вытеснят за границу, как это делали в Беларуси, например. То есть это вариант, который нужно рассматривать как вероятный, и ничего такого в этом нет. Дальше поговорим все-таки, насколько оппозиция адекватно оценивает состояние режима. То есть мы все-таки диагностикой какой-то должны заняться. Куда можно бить, где есть уязвимости, где есть какие-то слабые точки. И в конце концов поговорим относительно опасений, связанных с Навальным, что вот, значит, один технологический консенсус, сделанный под харизматика политтехнологами, сменится другим, таким же политтехнологическим консенсусом, сделанным под другого харизматика. Почему ты говоришь «мало»? Ну, почему «мало»? За четыре дня почти 300 тысяч человек. Нужно себя как-то идентифицировать. Как оппозиционера готового... Как человека, который готов указать примерную свою локацию, свой электронный адрес и свою готовность выйти на возможные несогласованные мероприятия. Почему «мало»? Вот тут, ну, может, я не прав, я не знаю, да. Но это интернет-действие, да, относительно несложное. Тем более это люди, как правило, политические, и не только политические, просвещенные, они примерно понимают, да, что их e-mail – это и так, в общем-то, наверное, достояние товарища майора. Ну, если товарищу майору понадобится их e-mail, то, наверное, он его найдет. Найдет, да. И, в принципе, как бы... Хотя вопрос в том, какой товарищ майор. Вот некоторые товарищи майоры дальше ВКонтакте пользоваться даже собственным сормом не научились. Там музыка есть ВКонтакте. Ну, да. Хорошо, фильм можно посмотреть. Да, фильм можно посмотреть какой-нибудь. Но, как интернет-действие, да, ну, конечно, это более сложное интернет-действие, например, чем просмотр фильма. На много более сложное интернет-действие, чем просмотр фильма. Ну, можно подискутировать, потому что, ну, вбил e-mail. В принципе, ты и так знаешь этот сайт примерно, или тебе сказали на YouTube-канале, который ты смотришь. Вот фильмы миллион набирали буквально за какие-то там считанные чуть ли не часы. Ну, я утрирую, конечно, ну, за несколько дней там, да, до миллионов взлетало. И потом к 30, да, миллионам подбирался фильм про дворец. А тут, ну, вот прошло сколько? Почти неделя. 300 тысяч человек. По сравнению с миллионом на фильме много? Ну, вот за сопоставимые, да. Ну, смотри, на фильме, на фильме 4,5 миллиона лайков и 115 миллионов просмотров. Вот. Ну, с другой стороны, понимаешь, ну, что же, мы должны сказать, что фильм посмотрели все взрослые граждане Российской Федерации, а 15% из них по два раза? Ну, наверное, нет. То есть, понимаешь, я хочу подчеркнуть разницу между двумя реальностями. Когда мы попадаем в Фейсбук, если мы не интересуемся некоторыми гранями реальности, которыми ты подолгу службы интересуешься, да, например, читать прапорщиков смысла и майоров смысла, то, в общем, я могу сказать, что я живу в более или менее таком конкретном... Пузыре? Да, он очень большой, этот бабл, я не могу его границы нащупать, да. В этом бабле более или менее Путин – это экзистенциальная проблема России, Навальный – более или менее решение экзистенциальной проблемы России, там есть разногласия какие-то, и видно, что он большой. Я не имею в виду, что, разумеется, не все граждане Российской Федерации посмотрели фильм Навального о Путине, но все-таки между вот этими огромными баблами в социальных сетях, ну, извини, давай я приведу в пример детских ютуб-блогеров. Такой есть бумага, он же А4. И извини, пожалуйста, у них десятки миллионов подписчиков. Подписчиков только. Да, я знаю об этом. Поэтому все-таки есть разница между миллионами в Ютубе и миллионами на улице. По поводу того, что много или мало 300 тысяч, или окей, хорошо. На сайте. На сайте, да, скажем, через неделю полмиллиона человек. Много или мало. Для протеста, если будет конвертация хотя бы один к двум, то есть два зарегистрированных дают одного на улице, то, извини меня, это вот в данный момент уже 80-тысячный митинг в Москве. И примерно 40-тысячный митинг в Санкт-Петербурге. Такого давно не было. Такого давно не было. Если то же самое сделать более или менее регулярным, ну, хотя бы раз в месяц, то это уже проблема. Это большая проблема. Она визуальная, она эстетическая. Она возникает посреди электорального цикла. Вот сейчас к электоральному циклу вернемся, да, то есть накануне выборов в Госдуму. Это проблема. Поэтому вот эти бесконечные разговоры про то, что нужен миллион человек, нужно 10 миллионов на улицах, нужно 100 миллионов на улицах. Честно говоря, ну, мне кажется, миллион на улицах – это вот сейчас Латинская Америка. В силу там целого большого набора исторических, культурных и каких бы то ни было других традиций. Сколько человек штурмом брали Капитолий? Ну, там… 40 тысяч? 50 тысяч? Да, конечно, нет. Там тысяча, наверное, была, но где-то залезла туда активно, да. И это, по сути, главное событие первого срока президента Байдена, хотя оно случилось до его инаугурации. И это событие, которое определило на 4 года вперед, по крайней мере, внутреннюю политику американскую, да. Я не понимаю, почему 250 тысяч человек, которые готовы регулярно выходить на улицу, это мало и плохо. Вот я, к сожалению, скептик. 80 тысяч в Москве, допустим, да? Допустим. Мы имеем в виду, что митинг не санкционированный, да? Ну, мы имеем в виду, да, то есть, да, здесь надо тоже ввести поправку. То никто это согласовывать не будет. Мы не про… Нету ощущения, что команда Навального пойдет и будет пытаться получить официальное разрешение. Но даже если они попытаются, скорее всего, им это разрешение не дадут, да, поэтому предполагается, что вот эта конвертация, два зарегистрированных, один на улице, это конвертация на нелегальный митинг, да, то есть на митинг, который будут разгонять. И, в принципе, мы видели митинги зимой. Да, конечно, на летние митинги выходят больше людей. Ну, климатические чувства. Да, даже сейчас выйти… Уже поприятнее, намного приятнее, конечно. Светит солнышко, да, там и темнеет не в 4 часа, в 7 можно погулять. Это все хорошо, да, но из-за того, что митинги нелегальные, и, ну как, вот да, у меня такая-то теория, что вот раньше было у той же оппозиции, мы заявляем присутствие, да, мы хотим выйти на площадь, пускай не совсем в центре, да. Но мы есть. Мы есть, да, мы заняли там вот много, посмотрите на нас. У меня ощущение, что от этой стратегии оппозиция уходит. То есть где были зимние митинги? Заявлено, куда надо было приходить? Да, на Пушку там, потом на Сухаревскую, да, что по белорусской технологии рассредоточиться, потом где-то собраться и что-то показать. С этим власть научилась бороться. На Пушке рассредоточение оно дается чем? Что люди выходят, там очень маленькая территория, да, и они начинают кто в одну сторону пошел, кто в другую, кто по Тверской там, кто на бульвар, кто... И все заканчивается разгоном на Трубное, чисто географически. Да, тех, кого не напугали, не защемили вот там, разгоняют на Трубное, потому что с бульваров в основном люди спускаются и туда идут. Получается, это разродненные толпы, с которыми, в принципе, да, их ОМОНовцы окружают, они же, ну, летом снежков нет. И людей забирают... То есть каждое воскресенье можно разгонять 50 тысяч человек? Это не приведет к кризису в другом каком-то смысле. Я так понимаю, что зимние протесты кончились-то именно поэтому, да, что, да, люди выходят. Ну, гайки с каждым следующим мероприятием, гаечку подкручивали. Причем так, чтобы это было заметно. И главное, что выбивался актив. Ну, ты знаешь, как вот ковидом люди болеют, а давай построим, да, там ангар на коммунарке. Если они будут выходить, ну, вот, знаешь, на коммунарке построили ангар, а что в Новой Москве? Мало у нас территорий построят. Да, новая-новая точка роста в Новой Москве появляется. Да, опять же, можно деньги освоить. Смотри, есть интересная социологическая теория, она мне нравится. Смысл ее такой. Грубо говоря, само по себе событие несогласованного митинга может не иметь прямых последствий, прямой значимости. Но она имеет очень важную значимость с той точки зрения, что много-много разных людей, в том числе те, кто регистрируется, соответственно, сейчас на сайте Навального. Но мы не будем никого призывать это делать. Начинают знакомиться между собой. И то, что мы называем сейчас актив, имея в виду под активом Волкова, Соболь, возникает совершенно другой актив. Это люди, которые перезнакомились, извини меня, пожалуйста, в процессе административного ареста. И я бы важность вот этой вещи тоже не стал бы недооценивать. Потому что если в крупных городах страны появятся, я не знаю, 10, 20, 30 тысяч человек, у которых есть вот такой вот опыт, которые друг с другом общаются, потому что их вместе регулярно вяжут на протестных акциях, мне кажется, это будет не так плохо. Давай мы по поводу вообще большинства, в смысле большинства Навального, как большинства Путина, поговорим в конце. А сейчас переключимся на вопрос, который мне не дает покоя. С одной стороны, мы с тобой знаем про грядущие выборы в Государственную Думу. Ты сам много раз говорил это волшебное слово «сейф-пакеты». Мы знаем, что эти выборы технически в кармане у Кремля. Ну, более или менее. Да, нет никаких препятствий дать «Единая Россия». Столько, сколько в результате сложных каких-то переговоров можно дать. Ну, например, то, что публично транслируется, не зря же это. Ну, вот Кириенко сказал, там четкие цифры, 45 на 45. Во-первых, мы прекрасно помним, есть такая особенность внутриполитического блока, показатели чуть-чуть занижать. Ну, на всякий случай. Ну, как любой прораб, нормальный немножко занижает, чуть-чуть выработка. Поменьше, да. Особенно сильно они занизили при голосовании. Ну, тут мы не знаем, занизили они или нет, потому что выборы сначала должны были проходить в одних условиях. А потом прошли в другие. А потом прошли с трехдневным голосованием все в пакетах. Ну, хотя, когда уже была трехдневка и сейф-пакет, они все равно твердили, что нет, нам надо просто... Сейф-пакет – это куда кладут бюллетени первого и второго дня голосования, пока не начинается подсчет. Да. Типа того. Да. Куда типа должны класть бюллетени. Они лежат ночью в УИКе. Да. Типа опечатанные. Опечатанные. Соответственно, они говорят, что чуть больше половины, нам не надо вот это перегибать, пусть, естественно, люди... Мы культурные люди, как бы, да. Это вылило 70-процентную явку и 80-процентную поддержку прекрасных изменений. А то, что мне даже казалось, что в регионы была спущена... Ну, вот пошли такие слухи, что 70 на 90, что я в К-70, а за Конституцией... Да что ты? Это как? Немного недотянули. Да, получается, с одной стороны, ты думаешь, что они перетянули, да, а с другой стороны, ты думаешь, что... Ну, вот... А сейчас Киренко говорит, ну, вот 45 на 45. 45 для ядра, 45... Как это технически возможно в таких условиях, я не очень представляю. Окей. Давай зафиксируем пока в целом, что эти выборы – это борьба системы с самой собой, в широком смысле слова. Ну, пока. При этом может ли, и, ну, очевидно, что эти выборы создают какое-то нездоровое уже напряжение наверху. Поговорим сейчас про «Стай за заметку» в «Коммерсанте». Можно ли этим давлением наверху и этими очевидными совершенно проблемами внутри системы, которые все больше и больше раз согласованы, может ли им как-то воспользоваться оппозиция? Мы уже понимаем, что с умным голосованием будут проблемы. Они не хотят пока обсуждать умное голосование. Это понятно, да, что без поддержки коммунистов, без хотя бы неформальных договоренностей с коммунистами, никакое умное голосование не работает. А коммунисты, во всяком случае, ругают. Компания по выборам в Госдуму, да, по крайней мере, верхушку ругают. Ну, Зюганов ругает Навального, западная. Да, Зюганов ругает Навального. Что происходит внутри партии, мы разбираемся, Андрей разбирается, мы об этом поговорим еще в ближайших, может быть, выпусках. То есть вопрос важный. С некоторой периодичностью внутри системы возникает напряжение. Оно большое, маленькое. Сейчас оно большое, оно очень большое. Да, оно связано и с транзитом, и с ожиданиями, и с проекциями на преемника, когда на кого не посмотришь, и везде мерещится преемник. Байден. Байден. Этим можно как-то воспользоваться? Те же самые 50-100 тысяч в Москве каждые выходные на фоне избирательной кампании. Это керосинчику в огонь? Или ты считаешь, что все равно можно спокойно разгонять каждые выходные 50-тысячный митинг и продолжать вот с таким игровым планом на кампанию в Госдуму? Ну, пока это сработало, да. Опять же, мы возвращаемся к Беларуси. Что сейчас представляет собой белорусский протест? Это акции в интернете. Хотя начинали-то как бы хорошо. Начинали, ох, да, начинали сильно. То есть в России не было такого. Ну, не было. Ну, я не говорю про начало 90-х, да? Нет, так вот, чтобы кто-то у нас жёг покрышки и пытался не пустить в какой-то квартал силы правопорядка, я не помню, чтобы у нас вообще так было. Ну, и там, извини, шествия были и митинги просто. Да, 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 и многотысячные акции в Минске. Вот, и где это? Ну, то есть регулярность выматывает, да? И мне кажется, они-то поняли, да, оппозиция, что... Поддерживать это полыхание долго нельзя. То есть всё-таки у людей эмоциональная вовлечённость, и её нельзя долго держать как бы в взведённом состоянии. Особенно, когда вымывают актив, да, забирают. Ну, кто-то кажется им активом. У меня друзья, особенно молодые, они немножко уже разочарованы. Ну, в смысле не оппозицией, а тем, что «а что же делать?» Ну, это молодёжь. Ну, неужели им не приходит в голову простая мысль, что если просто превратить это в какую-то регулярную активность, то, может быть, как бы это приведёт к какому-то результату. Просто я пытаюсь понять одну вещь. Хорошо, 300 тысяч человек в стране, которым не нравится, что происходит, которым Путин не нравится, или 3 миллиона таких, или 30 миллионов, это неважно. В какой момент та же самая математика интереса и риска, которая управляла людьми в Хабаровске, в какой момент та же самая математика может стать общефедеральной, может стать общенациональной? Всё-таки 3 месяца, да, 3 месяца. Что, вот, будет ли Дегтярёв губернатором, мы уже не очень понимаем. Ну, может, наверное. Ну, может, наверное, да. Да, потому что там же прошли выборы, да, выборы в ЗАГС в сентябре проходили, в Хабаровске, да, когда протесты ещё даже особо не угасли. Там посёлок не так далеко от Хабаровска, ну, вот округ избирательный, да, там местность недалеко от Хабаровска. Выиграла женщина, бывшая там глава одного из муниципалитетов, её поддерживал Дегтярёв, всё прекрасно понимают, что она, ну, вроде от самого Движенко была, но она вот единоросска. Выиграла, выиграла, 3 дня. Люди проглотили, да, что называется. Хорошо, тогда получается, что протест вообще нужно планировать не на сейчас, а на вторую половину сентября. Ну, получается, что нужен триггер. Ну, сейчас, конечно, у них есть повод. Да, получается, что сейчас триггер, извините, мы сейчас будем циничным макеавелизмом заниматься, но сейчас повод – это состояние Навального. Да, нам есть, что требовать, да, что называется. Да, у нас как бы лидер, вы его там, непонятно, что с ним делаете, но, похоже, морите, да, отпустите. А дальше что? А мы идём как бы к вилкам, да? Да, конечно, мы идём к вилкам, да, конечно. С одной стороны, да, ну, это может нехорошо говорить, да, что этот протест может быть даже удобен власти, но вот вышли люди. Меркель просит за Навального, Макрон просит. Ну, опять все попросят. Да, они вроде как у нас не враги, это не Байден, да, что называется. Всё-таки это как бы партнёры, да, то что, ну, вот люди на улицах, там эти... Ну, да, им он не предлагает поговорить в прямом эфире, в том смысле, что как бы, чтобы за язык хватать, а с ними можно и закулисно всё-нибудь обшишукать. Давай, может, чё, отпустили? Ну, уже да. Да, чё-то он приехал, что взяли, не то пошло. Ну, понятно, что это будет вне уже закона в принципе, да, то есть, ну, это уже не будет иметь никакого отношения, если это будет иметь. С Ходорковским было, даже без столб на улице было. Ну, то есть он просто его помилует. Ну, то ли помилует, то ли каким-то образом там он окажется на лечении. Ну да, Ходорковскому загранпаспорт выдали, собственно, в самолёте уже на взлёте в Германию. Да, у нас же с тем же Навальным был отмену приговора суда, когда выборы мэра были. Система иногда умеет играть, да, но кто добежит? Кто добежит? Да, если это будет Бортников, наверное, это будет другая история, что мы не будем отпускать это. А если добежит какой-нибудь, ну, кто? Ну, в Искудренном он же очень сурово поговорил на этой неделе, довольно сурово. Ну, здравый человек. Ну, здравый человек. Костин, например, из ВТБ. Ну, здравый человек, он же понимает, что Навального не отпускаем, немцы будут себя вести жёстче по Северному потоку, денежки могут сгореть. Да, даже Игорь Иванович Сечин. Да, даже Игорь Иванович Сечин-то на самом деле, да, согласен. Интерес блюдёт. Согласен, согласен, согласен. Услугу надо развивать, как бы. Ну, Владимир Владимирович, ну, давай, пусть полечится, поедет. Хорошо, тогда мы пришли, наконец-то, вот к моменту, который мне нравится, который у меня вызывает энтузиазм. Навальный жив, с ним всё хорошо, он в Европе. Такое может быть, мы не говорим, что это будет. Мы бы хотели, чтобы так было, на самом деле. Потому что лучше пусть он будет живой в Европе, чем неживой во Владимирской области. Навальный живой в Европе. Сейчас нас обвинят, что мы льём воду на мельницу ФСБ. Слушай, мы льём воду, это понятно, мы льём воду на мельнице разума, извините, пожалуйста. Это непростительное преступление в наши времена. Сентябрь месяц, выборы с трёхдневным голосованием и с результатом. Вот я готов поспорить на деньги, он будет шизофреническим. Никто не удержится в пределах 45-45. Пойдёт Путин во главе списка. Не пойдёт Путин во главе списка. 45-45, это надо забирать просто у себя. Да, это надо своё что-то отдать. Нужно сказать, кто не попадает, кто плохой человек. Мы же представляем себе, как выборы делаются руками. Реально, рейтинг ЕР действительно в районе 30%. Партия не ведёт компанию, 10 тысяч не приходит на руки. Я не уверен, потому что если Единая Россия сейчас откроет регистрацию на сайте «Поддержим Путина», там 300 тысяч живых человек зарегистрируются с адресом. Ну это нет. Ну вот как бы, то есть понятно, что зарегистрируются, но как бы... Слушай, ну потому что они действуют всегда, зарегистрируют ботов, так проще. Ну в принципе у ЕР есть рейтинг 30%. На нуле? Да. Меньше 30, уже 27 мы с тобой говорили. 27, ну ничего, да. Это люди, которые более-менее, ну пусть державь, ну они отвечают. Да, мы имеем ещё и бюджетников, административная мобилизация, которая, значит, за Единую Россию, против ты, но ты... Предприятие, правило, ты проголосовал. Да, фотографируешь бюллетень или что-то там делаешь, и компания всё равно, какие-то люди прибавятся здесь. Да, 55%... Не, ну не бывает, ну меньше, я согласен, да. Ну это даже как бы естественно, ну не то, что совсем естественно, но в наших условиях, ну просто по-другому быть не... Хорошо, 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 тогда давайте ситуацию ещё жёстче рассмотрим. Мы понимаем, что ситуация в экономике лучше не станет. Мы видим, что правительство изо всех сил уже ртом выбран всё-таки вот этот несчастный заместитель министра промышленности и торговли, который говорит, мы не будем дальше регулировать цены, мы не хотим регулировать цены, мы можем получить дефицит. Вот смотри, лето, ну не галлопирующей инфляции, конечно, да галлопирующей инфляции нам далеко, лето, роста цен, повышение тарифов, результат Единой России на уровне 60%. В 2011 году триггером были наблюдатели, то есть люди, которые физически с этой системой соприкоснулись. Здесь что может быть триггером? Или просто мы говорим о том, что после голосования за Конституцию мы признали, и российские граждане признали, что результаты выборов не имеют никакого отношения к политической реальности, и единственный человек, который сводит одно с другим, это президент Путин, так или иначе. Да, ну чтобы как бы всё-таки это не превращалось в общенациональную шизофрению, победившей парламентской партии, которая при этом имеет рейтинг 27%, и все про это знают. Да, но тут, знаешь, вот как про Белоруссию, да, и про наши зимние протесты, можно сказать, что вот тебе премьеры, да, что протест угасает, там, стачивается, да, там, выгорает, ещё что-то. Про Конституцию мы не знаем, был ковид, да, то есть тогда всё-таки сознательные граждане, оппозиционеры у нас очень сознательные граждане, не выходили. При этом царгист был такой, я либо не голосовал, либо голосовал против, потому что я ездил по стране, и у меня были темы, не совсем как бы связанные с политикой, например, тот же вот Сергий Монах в Екатеринбурге, ещё кто-то, мне люди зачем-то говорили, знаете, я буду голосовать против, я не спрашиваю, мне не надо, у меня тема другая, а зачем-то вот, ну, скажу же, я против, от кого вообще ты не ожидаешь. Был против, нет, но был ковид. Но был ковид, если мы победили ковид, и при этом мы говорим о том, что мы в сентябре неизбежно окажемся в ситуации, когда с одной стороны мы будем видеть, что вся страна недовольна тем, как она живёт, а с другой стороны Единая Россия получит, не знаю, 62, 65, ну сколь, ну 65, наверное, да, вот как-то примерно вот, ну... Ну, вроде как 60 всё-таки они и хотят. Об этом речь идёт. Ну, где, знаешь, как бы аппетит приходит во время еды, опять же, трое суток. Мы с тобой понимаем, что это не очень точная технология с докидыванием такого, она не очень позволяет точно устанавливать параметры между одной партией и всеми остальными. Ну да, это можно, кстати, вспомнить 19-й год, там региональные выборы были, и властям не хотелось допустить повторения года 18-го, когда Фургал победил, Коновалов, там, Сипягин, вот это всё. Ну, трёх дней не было сейф-пакет, а чё? Ну вот, у нас есть такая как бы история голосования на дому. Да, да. Обычно там какие-то доли процента, ну пусть процент, пусть два, ну два это уже, мне вот политтехнологи все говорят, это уже, знаешь, некрасиво. А там был процент, ну где смогли справиться с пожеланиями и протест перекрыть, там же всем не хватало-то, да, там 10 процентов, что-то такое, да, примерно. Ну, давайте дома там 10 процентов. Где-то смогли, а где-то почему-то оказалось на дому и 16 пошло. Ну, в общем, да, и потянулась кровавая полоса беззакония, да. Ну, потому что, а мало ли, кто там на дому, вот на том муике смогут, давай вот на этом, они умелые, да, а там и там смогли, и там смогли. И там смогли, но везде смогли по-разному. Мы говорим опять о ситуации, в которой существует, возможно, искра для протеста, но в которой нет ни руководства протеста, ни инфраструктуры протеста. Ну, это может работать, вспомним Хабаровск. Что бы ни говорили, там... Тогда получается, что по большому счёту сейчас делать ничего не надо, кроме борьбы за митинг, за то, что отпустите Навального. Ну, и насколько я понимаю, да, всё-таки они отошли от вот этого нудного, мы выходим, вот каждый это, пробуем систему на прочность, да? Слушай, ну, с другой стороны, я всё-таки не стал бы тоже списывать эффективность технологии пробуем систему на прочность, но почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, видишь, оказалось, что не туда, да, сначала фанат... Насколько я понимаю, сейчас всё-таки мы планируем события, но мы требуем, да. А тут у меня, конечно, начинаются опасения по поводу того, насколько это будет событие и какая там будет конвертация. Это всегда у меня, знаешь, с одной стороны, желания технологически понятны, оправданы и вроде, ну, не то, что беспроигрышны, но такое, да, мы собираем события, да, а тут уже вилка, опа, событий не собралось, да, ой, событие случилось, а мы не добились, да, и вот это... Ну, речь идёт о том, что, вот смотри, Ленин пишет в вот этой вот, собственно, в статейке, значит, Советы Посторонние, он говорит, что я достал все рецепты успешного восстания у Маркса. У нас было. Да. Десять рецептов восстания Маркса. Ну, давайте я прочту. Никогда не играть с восстанием, а начиная его знать твёрдо, что надо идти до конца. Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте. Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно, переходить на вступление. Надо стараться захватить врасплох неприятеля. И последний пункт, самый важный. Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов. Можно сказать, ежечасно, если дело идёт об одном городе, поддерживая во что бы то ни стало моральный перевес. Получается, что так или иначе, мытьём и катанем, мы всё равно выходим на схему, в которой получить регулярный моральный перевес невозможно, превратить протест в профессию нельзя, не получается. Нужно ждать момента эмоционального накала, эмоционального возбуждения, который можно спрогнозировать всё-таки скорее вокруг выборов в Госдуму, чем вокруг митинга за освобождение Навального. И дальше надеется, что покатится вариант Хабаровска по всей стране. Я думаю, так и будет, потому что Госдума, то, что называется московских гостиных, с понятными персонажами, а я тут узнал, что там будут ещё как бы персонажи из этой же корзинки, да, вот буквально там рядом, вплоть до ведущих Russia Today. Извините, ремарка, но это вот, если это действительно, то есть если Москва светская становится Москвой политической, то это вот прямое повторение, конечно, истории Наполеона III, когда его собутыльники и фавориты затем стали французским парламентом, поддержали его во время государственного переворота. Ну вот это... Это такое торжество буржуазии, вот в плохом смысле слова, да, то есть такое торжество трёх толстяков. Да, и в принципе, как бы к телеведущим у нас тоже отношения... Согласен, согласен. А вот знаешь, в Москве особо, вот одно дело, мы можем говорить, что Володин привёл каких-то людей непонятных, в Госдуму 16-го года, да, колхозников и фриков, ну вот сидят, да, ну это какие-то, да, какие-то, вот в Москве, ну избрали, не знаю, какой-нибудь дядю Петю там в регионе, деятеля ОНФ, ну кто это, ну какой-то там накидали, ну он не то чтобы раздражает, и Сурков, в принципе, это тоже учитывал, да, ну какие-то бизнесмены из региона, ещё что-то, какие-то политики. Окей, это интересно, то есть как только это из безликой массы региональных мужиков это станет палата селебритис, это вызовет недовольство. Особенно в Москве, конечно, особенно в Москве. Особенно в Москве, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в больших городах. Тащат каких-то коммерсов, ну да, у них, наверное, есть деньги, компанию подкупить там, ещё что-то, даже может они честно выиграли, мало ли, там деньги есть, там депутаты, понятно зачем, там ещё что-то, ну какие-то понятные вещи, да, это цинизм, ну примерно все мы, ну ты понимаешь, да. А тут, когда у тебя, извини, пожалуйста, появляется майор смыслов Олега Матвеевича, который... Поливающий фекалиями, как вы читатели. Да, не истесняется в выражениях, конечно, это не прапорщик смыслов, который может написать, дуть чему там в Фейсбуке, но вот этот, или будем говорить мягко ведущий Rush Today, а это уже, вы кого нам привели? Окей. Это совсем другая история. Окей, смотри, как интересно, мы начали с истории про то, нужно ли Навальному протестное большинство, да, мы в общем поговорили о том, что, наверное, и 300 тысяч человек, если они сделают протест своей профессии, этого будет достаточно. Проблема в том, что никто не хочет делать протест со своей профессией, кроме тех, кто работает в фонде борьбы с коррупцией, который признан Россией иностранным агентом. Так вот, кроме иностранных агентов Навального, никто не хочет заниматься протестом как профессией, но при этом мы понимаем, что окна возможностей для атаки на режим, они связаны не с действиями оппозиции вообще, они связаны с тем, что эта система себя потихонечку сама, может быть потихонечку, может не потихонечку, она сама себя дожирает, да, она сама начинает отправлять в Госдуму не людей от САХИ, а людей... Ну, или коммерция, ну, людей, которые, ну, ты видишь, допустим, ну, кто, Шпигель был в Совете Федерации, ну, кто у нас был из больших? Ну, Юревич был такой, Магнат Челябинский, депутат Госдумы Андрей Скотч, да, Металлинвест, люди понятны, есть деньги, да, ну, как прошёл, ну, подкупил, там, что-то сделал, договорился, билборды, ну... А это почему в Госдуме сидит, да, имея в виду звёзд московских гостей? То есть, да, ты рацию не включишь, почему вот это находится, да, и, в принципе, мы понимаем, допустим, что Маргарита Семенян, которая в Госдуму вроде как не собирается, да, что в Краснодарском крае, кстати, она проходит даже без сейф-пакета, без... Да, нет, это понятно, то есть... Ну, я в этом не сомневаюсь, конечно, она герой региональной, это понятно. Ну, ты-то смотришь из Москвы и ты, а почему, почему, да, там... Окей, тогда последний вопрос, самый важный вопрос на самом деле, может ли это самое, уже не протестный актив, не 300 тысяч человек, а протестное большинство возникнуть из-за просто неприятия эстетического системы? Я объясню, у меня были дебаты тут недавно с представителями левого движения в интернете о том, нужна ли, значит, протеста программа или не нужна. Я кричал и бился, что протест это эстетический протест, что люди, которым не нравится Путин, чаще всего друг с другом договориться не смогут. По крайней мере, не надо давать им повод друг с другом разговаривать по поводу чего-то, кроме недовольства, отвращения к режиму. И получается, что в итоге-то, в общем-то, что-то и не делая этим летом, а ставка может быть только на дальнейшую визуальную деградацию режима и то, что это будет считано гражданами через ухудшение образа жизни и через появление таких вот раздражителей в Государственной Думе и так далее, и так далее. Ну да, это уже, знаешь, такие полулегендарные вот эти случаи про «нету хлеба ешьте торты» буквально начинается, да, там. Ну то есть в Госдуму буквально проходят люди, которые вместо того, чтобы, ну не знаю, какой-нибудь единорос там устраивает чайпитие, подарки раздаёт, пусть там и продуктов срок годности подходит. И другое дело, когда к тебе приходит профессор Матвеевичев, вместо того, чтобы тебя как-то, ну... — Приободрить. — Приободрить, да. Он тебе начинает, значит, говорить, ты что... — Путина не любишь. — Срань, ты в 90-х там вообще загибался, ты вспомни, да, помни, да, как ты жил. И вот это, конечно, уже совсем... Нет, буквально эта часть пропагандистская, она людям говорит, да вы что, вы что... — Зажрались, зажрались, буквально зажрались. — Вы что, да. А знаешь, судя по тому, кого туда как бы сгребают, они же могут это и показывать начать. У них же берегов эстетических нет, потому что... Помнишь обнуление Путина? — Да. — Оно же плохо зашло, это было ещё в тот момент... Ну, знаешь, это называется разговор с таксистом, пример же жизни, да. Я в этот момент находился у бабушки. — В Курской области, я напоминаю. Бабушка Андрея живёт в Курской области. — Да. И зачем-то вот эта история с предложением Терешковой об обнулении сроков Путина была показана в прайм-тайм. Достаточно широко как бы вот... — Там же, видимо, там какая-то на коленке была склеена сценарий всего этого этого, что вот они его зовут, он приезжает, имеется в виду, президент обращается. — Это можно всё делать, зачем это показать? Это показали, это как бы вот смотрите люди, да, и бабушка говорит, так, а чё, он опять лезет? — А-а-а, как? Да хватит его. Вот может, у человека мысли не возникло, если Путин действительно полезет, да, что называется, в 24-м году в тот момент, да, дай бог моей бабушке здоровья, то может это... А тут, а-а-а, а чё, куда? Да хватит тебе. А кто просит Терешкова, да сиди там на печке, куда ты там старше меня, ну что ж ты делаешь? Там детям жить. И... — Окей, тогда мы... — Это начнут показывать. — Заканчивая сегодняшний выпуск, мы, кажется, ответили на главный вопрос, с которого у нас начиналась неделя. Это вопрос о том, почему в заметке в газете «Коммерсант» кремлёвский источник говорит, что если Путин возглавит список «Единой России» на этих выборах, он обнулит успехи администрации президента на выборах президента 2018 года и во время референдума... — Успехи, да, не свои. — Не собственные успехи, а успехи Кремля, да, там так источник, там такой странный, интересный источник. — Ну, это вообще новое, да. — Ну, вот за этим стоит, соответственно, очень понятная логика. Если в этом году Путин захочет в очередной раз полезть, как говорит твоя бабушка, то вот это всё недовольство, которое, как мы надеемся, выплеснется после выборов в государственную думу, а выплеснется непосредственно на него. Так что в словах источника есть какой-то смысл, как мне кажется. — Ну, знаешь, ну вообще это, конечно, документ эпохи, да? — Заметка, да, заметка, да. — Я... Ты прикинь, вышла эта заметка во времена Владислава Суркова, потому что во времена Володина она бы просто такое... — Но во времена Суркова такое бы тоже не вышло, потому что я могу просто рассказать живую сценку. Суркову не понравилась новость Интерфакса по поводу его поездки в один из регионов и встречи с главой с регионами. Заметку переписывали вот ровно до взлета самолета Владислава Юрьевича. — Ну, в «Коммерсанте» тогда, наверное, такой истории не могло бы быть. — Ну, в Интерфаксе такая история. — Да, а тут, понимаешь, это документ эпохи, да, когда некий Кремль, да, говорит Путину, а по сути это же как бы, это наши усилия, ты им мешаешь. — Мы тебе два раза победили, посиди в стороне. — Мы, не ты, да. То есть, если проэстетическое говорить, да, ты уже эстетически не очень приемлем, ты заставляешь нас рисовать, ты заставляешь нас... — Мы два раза вспотели, как бы капитально вспотели, тяжело работали, сделали тебе, да, сделаете 70 с лишним на президентских, сделали тебе 70 с лишним на референдуме. — Хватит. — Хватит, да. — Говорит кремлевский источник президента Российской — Да, кремлю хватит, кремлю хватит, да. — Дайте, дайте сделать эти выборы низкими, профанными, никому не интересными, протестными, но не связанными с вопросами государственной власти в России и транзита. Как я понимаю, пафос источника был, в общем, в этом. Не надо собой подогревать ситуацию. — Но другое, как бы, что эстетически, вот ты эстетически уже трудно нам заниматься. — Тобой, как объектом. — Да, а вот предлагают ли они что-то другое эстетически? Нет. — Но они тоже действуют в рамках коридора возможностей, где либо эти выборы про Путина, либо эти выборы не про что. Поэтому мы все-таки, я как человек оппозиционный... — Ответ один, да, как говорил герой интернет прошлого, безблагодатно, как бы, все равно, как бы, народ... — Я буду продолжать надеяться, что Путин список все-таки возглавит, и тогда все те хорошие вещи, о которых мы говорили, они случатся в контексте не просто выборов единой России, выборов единой России, которую возглавил президент Российской Федерации. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Гааза. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе, мы выходим каждую субботу, поэтому не забудьте подписаться на нас, мы есть на всех стриминговых платформах для подкастов. — У меня на этой неделе вышел текст как раз про «Единую Россию», как она собирается добиваться результата в Москве, как честными методами технологическими, так и сомнительными с точки зрения честности. В общем, почитайте. — Это про то, что происходит реально на Земле. Пока, без учета того, что Владимир Путин может все-таки, наверное, возглавить список. Пока вы ждете на следующий сегодня эпизод, слушайте ежедневные выпуски «Что случилось с Владиславом Гориным» о новостях, которые еще долго останутся важными. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст собачкамедуза.ru. Пока-пока. — Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»